Итак, в начале выпуска о ситуации в Сирии противоречивая информация приходит об обстановке в районе Алеппо, который, по заявлению представителей России, был накануне взят полностью под контроль сирийской армии. Утром после затишья вчера там возобновились столкновения между правительственными войсками и вооруженными группами оппозиции. Однако около часа назад появились сообщения со ссылкой на оппозиционеров, что они достигли соглашения с Дамаском о перемирии и эвакуации мирного населения, которое может начаться завтра. Возобновление боевых действий в Алеппо сегодня осудили в Организации Объединенных Наций и заявили, что авиаудары по жилым районам города, в которых еще остаются десятки тысяч мирных жителей, могут квалифицироваться как военное преступление. Все подробности у моего коллеги Евгения Маслова. Перемирие в Восточном Алеппо продержалось менее суток. Согласно плану, эвакуация мирных жителей должна была начаться сегодня в 5 утра по местному времени. Однако, как утверждает российская сторона, воспользовавшись режимом прекращения огня с рассветом, вооруженная оппозиция возобновила боевые действия. Между тем, согласно данным, появившимся в западной прессе, первыми нападения совершили не повстанцы, огонь был открыт со стороны правительственных войск. Более того, в боях, по имени тяжелой техники, задействована авиация. Верховный комиссар по правам человека заявил, что возобновление авиаударов по жилым районам Восточного Алеппо может квалифицироваться как военное преступление. То, почему именно перемирие сорвалось, вопрос спорный. Но возобновление бомбардировок сирийскими войсками и их союзниками районов Алеппо, в которых находятся гражданские лица, это определенно нарушение международного права и, скорее всего, является военным преступлением. По заявлениям российских военных, 98% территории Алеппо на данный момент контролируются сирийскими правительственными силами. По некоторым данным, в городе осталось около 2000 представителей вооруженной оппозиции и около 50 тысяч мирных жителей. За минувшие сутки Восточный Алеппо покинули около 6000 человек. Глава французского правительства и министр иностранных дел Германии призвали сегодня Москву и Дамаск прекратить бомбардировки Алеппо и обеспечить безопасную эвакуацию мирного населения. Россия — это огромная страна с богатой историей. Она должна, наконец, осознать свою ответственность великой державы. Она должна сделать все возможное для того, чтобы прекратились бомбардировки Алеппо и гражданскому населению были обеспечены гуманитарные коридоры. После того, как ситуация в Алеппо вновь изменилась и возобновились бои, сирийские режимы, Россия, а также Иран должны сосредоточить усилия на эвакуации мирных жителей. Я уже выразил нашу позицию по этому поводу в телефонном разговоре с российским министром иностранных дел. С возобновлением активных боевых действий сегодня утром эвакуация была приостановлена. Мирные жители просто боятся покидать свои дома из-за бомбежек, но и оставаться в районах, занятых вооруженной оппозицией, также не хотят, опасаясь усиления боевых действий. Согласно последним данным, о режиме прекращения огня к концу сегодняшнего дня повстанцам и Дамаску все же удалось договориться. И процесс эвакуации мирных жителей может возобновиться завтра с утра. Дипломаты вынуждены признать, что все, что может в этой ситуации сделать Совет Безопасности ООН, так это принять очередную резолюцию, призывающую стороны прекратить вести огонь. Евгений Маслов, Александр Бабаев, телекомпания RTVI, Нью-Йорк.